В России срочников со всей страны отправляют в Курскую область. Власти умалчивают, сколько из них уже попали в плен. Почему диктатор Путин решил воевать призывниками и что говорят об этом их родители? Смотрите далее в сюжете. К наступлению ВСУ в Курскую область Россия, как оказалось, была не готова. А границу в основном охраняли солдаты-срочники. Десятки из них попали в плен. Как, к примеру, вот этот 20-летний солдат-срочник Антон Спиридонов, который служил в Екатеринбурге, а летом был переброшен под Курск. Мам, со мной все хорошо, я нахожусь в плену. Командиры бросили нас вообще неожиданно, ни радеек, ни связи, ничего не было у нас. Вот осталось пять человек у нас, вообще ничего не было. Мы ходили голодом в поле. Я от Ноли Никита Александрович. Мама, пожалуйста, я очень хочу домой, мне очень страшно. Я нахожусь в плену. По подсчетам важных историй в Курской области пропали как минимум 22 срочника. Есть погибшие. Но даже после этого военное руководство продолжает отправлять в Курскую область срочников со всей России. Поначалу это были Питер, Москва, Калининград, Ростов, Красноидар. Потом это стало все расширяться просто со свистом. И к пятнице прошлой, вот неделю назад, это уже была вся страна. От Мурманска до Ростова и от Калининграда до Хабаровска. Одновременно российское командование уговаривает срочников подписывать контракты. На этой неделе очень много обращений от срочников не только по поводу отправки в Курскую область, но еще и по поводу того, что их принуждают к подписанию контракта. Это прям заоблачный объем. При том, что, напомню, подписывать контракты со срочниками можно начиная с мая прошлого года, с любого момента, но у нас не было, мы не фиксировали какого-то вала принуждения к подписанию контракта. Родители тем временем бьют тревогу и записывают видеообращение, требуя не отправлять срочников на войну, а также дать информацию, находятся ли те в плену. Правда, войну пока эти родители не осуждают. Он у меня выхладил на связь 9 августа, что мама на нас напали. Мы отходим. Потом к вечеру он написал, мы принимаем обратно свои позиции, занимаем свои позиции. И больше я его не слышала. А вот правозащитница и основательница закрывшегося Совета матерей жен военнослужащих Ольга Цуканова раскритиковала тех матерей, которые до сих пор боятся говорить о проблеме публично. Все матери боятся, не только те, которые в Курске, но и те, у которых детей будут осенним призывом призывать, у кого уже призвали. Все абсолютно боятся, все плачут, ревут. Но что-то предпринять, догадайтесь, сколько из них готовы. Пропаганда тем временем активно пытается донести до россиян, что воевать срочниками – это норма. А депутат и генерал Андрей Гурулев и вовсе заявил, что Россия всегда воевала этим контингентом. Вы знаете, границу прикрывали срочниками, поэтому не очень получилось. Слушайте, ну это вообще глубочайшее заблуждение. Мы все войны, Афганистан, Чечню, кем вели? Ну срочниками же. Эксперты считают, срочников будут и далее использовать в Курской области. А вот с других направлений на фронте в Украине для защиты своих границ военных российское командование будет отправлять неохотно. Нежелание перебрасывать большие силы с оккупированных территорий. То есть явно Минобороны, Генштаб хотят, чтобы не захлебнулось российское наступление. Соответственно, много боеспособных частей они не хотят переводить в Курскую область и пытаются эти дыры заткнуть срочниками. Российская власть не считает необходимым на данный момент отказаться от тех достижений, которые имеются, которые уже имеются или могут иметь место в ближайшее время с точки зрения территориальных приобретений на Донецком фронте. Однако, оккупировать украинское наступление в Курской области, ну, по крайней мере, остановить их продвижение украинцев нужно, и нужно делать это довольно срочно. И выход, соответственно, это снятие сил с второстепенных направлений. По мнению экспертов, срочников так активно отправляют на фронт, потому что людей не хватает. Людей не хватает, и люди нужны по максимуму на приоритетных участках фронта. Не зря линия обороны в серьезном понимании этого слова в Курской области отсутствовала. Все брошены на Донбасс. К тому же, говорят эксперты, война срочниками государства обходится значительно дешевле, чем контрактниками. Зарплата у военных срочной службы всего 2500 рублей в месяц. А в случае гибели призывника родственникам положена страховая выплата в 2 миллиона. К нашему эфиру присоединяется Ольга Курносова, российский политический аналитик. Ольга, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Ольга, давайте еще раз проверим звук. Вы нас слышите, мы вас не очень. Да, я попрошу, сделайте, будь ласка, так, чтобы мы услышали нашу гостью. Напомню, Ольга Курносова, политический аналитик в эфире нашего телеканала. Мы говорим, ну, по крайней мере, начнем нашу беседу с того, как срочников могут запросто переделать в контрактникам. Ольга Владимировна, как вы нас слышите? Еще раз. Я вас слышу хорошо. И теперь и мы вас хорошо слышим. Итак, вот мы посмотрели сюжет. Вот как вы считаете, вот такая вот схема. Был ты срочником в Курской области, сдался в плен, позор, дискредитация армии России, естественно, угроза уголовного наказания, чтобы избежать, давай подписывай контракт. Контракт подписал и снова очутился в Курской области. Реально это? Ну, это зависит от того, насколько этот самый срочник все-таки подготовился, почитал, что пишут правозащитники, изучил, ну, хоть как-то изучил, собственно, уголовное законодательство. Потому что если ты сам себя не защитишь сегодня, то и никто тебя не защитит. Да, понятное дело, что государство, задача, как можно больше людей кинуть на войну. У них людей не хватает. И срочники – это естественное пушечное мясо, которое еще почти ничего не стоит. Контрактники, там, добровольцы сейчас по 2 миллиона дают за подписание контракта. А срочники – они бесплатные. Но это имеет и свою обратную сторону. И вопрос не только в том, что матери начинают шуметь, но и общество воспринимает то, что на смерть бросают срочников, достаточно болезненно. Все прекрасно понимают, что это те, которые воюют по принуждению, которые не собирались воевать, которые этого не хотели. Поэтому это болезненная тема для властей. Но Путин, видимо, выбирает именно эту схему. Ну вот с вами согласны некоторые западные СМИ, которые пишут, что представители военного командования Украины давно утверждают, что заставить россиян почувствовать войну должно стать ключевой частью стратегии Киева, поскольку это усиливает давление на Путина с целью ее прекращения. Ну вот это такая приблизительная цитата. А как вы считаете, кто может давить на Путина? Вот недавний обмен. Матери срочников эффективно надавили? Как вы считаете, Путин вот такого материнского бунта боится? Материнского бунта, бунта жен. Путин боится очень сильно еще с его первой истории, истории с подлодкой Курск, когда жены подводников сказали ему в лицо то, что они о нем думают. Это был холодный душ, и с тех пор он пытается вообще общаться с родственниками тех, кого он посылает на смерть, вообще не общаться. Мы только что видели, как он ездил в Беслан, и там специально отбирали матерей Беслана, чтобы не встречаться с теми, кто стоял в футболках в свое время Путин-палач Беслана. Поэтому он очень боится вот этих бунтов матерей, бунтов жен, но его геополитические хотелки сегодня сильнее. Все равно они не хотят, все равно Путин не хочет отводить войска из Донбасса. Вот в чем проблема. Но, конечно, история со срочниками очень болезненна. Мы увидели, что третий раз за время войны рейтинг Путина резко пошел вниз. Во-первых, это было, собственно, подписание указа о частичной мобилизации первый раз, и второй раз марш Пригожина. А вот сейчас третий раз случился. Почему это происходит? Потому что, как это ни парадоксально, но диктаторы достаточно чувствительны к общественному мнению. Ведь, казалось бы, диктатура – монопольное средство массовой информации, и тем не менее, когда идут вот эти изменения общественного мнения, диктатор вполне может как-то на это реагировать. Именно поэтому у матерей получилось, по крайней мере, настоять на обмене. Субтитры создавал DimaTorzok